Всем привет! Несколько месяцев назад я приобрел наушники компании Xiaomi под названием Piston Basic Edition. Это бюджетная версия наушников компании, которая произвела на меня самые приятные впечатления. Сегодня мы проведем обзор топовых внутриканальных наушников от компании Xiaomi под названием Hybrid Dual Drivers или Mi in Air Headphones Pro. Ну что же, начнем наш обзор? Поехали! Наушники стоят примерно 1200 рублей и выпускаются в двух цветовых решениях. Сильвер-серебро, черно-серое исполнение и голд-золото, бело-золотое исполнение. В моем случае наушники в бело-золотом исполнении. Наушники поставляются в небольшой белой коробке. На лицевой стороне имеется прозрачное окошко, через которое видны сами наушники. Снизу располагается логотип компании. Сюда мы видим название модели Mi in Air Headphones Pro и цвет Gold. Здесь же приведены технические характеристики наушников на китайском языке. Характеристики также дублируются по бокам коробки. С одной стороны на китайском, с другой на английском языке. Тип внутриканальный, импедант сопротивления наушников 32 Ома, вес 14 грамм, длина кабеля 1 метр 25 сантиметров, разъем 3,5 миллиметра позолоченный, номинальная мощность 5 милливатт. На дне имеется надпись One More Design и иконка Hi-Res Audio. Сверху располагается иконка Design Award 2016. Ну что же, теперь давайте наконец откроем коробку и посмотрим, что лежит внутри. Сразу после открытия мы видим ярлычок с информацией, что пульт для iOS-устройств работает не в полном функционале. Так не будут работать кнопки уменьшения-увеличения громкости. Итак, внутри мы имеем сами наушники, сменные амбушюры разных размеров, три пары плюс одна пара уже установленная на наушниках, и инструкция на китайском языке. Вот так выглядит инструкция. Вот так выглядит комплект сменных амбушюр. Рассмотрим сами наушники. По цвету сразу хочется отметить, что под золотым цветом подразумевается розовое золото, а вот разъем штекера имеет как раз классический золотой цвет. Сам штекер прямого типа, бочкообразной формы для удобного хвата. Внутри выполнен из пластика, снаружи из алюминия. Далее идет силиконовый усилитель, который не позволяет кабелю изгибаться под острым углом. Далее сам кабель. Его длина составляет 1 метр 25 сантиметров, что на мой взгляд является оптимальным для среднестатистического пользователя. Кабель выполнен, как заявляет производитель, из кевлара, который находится внутри кабеля и защищает его от растяжения и разрыва. Сверху кабель имеет нейлоновую оплетку от штекера до разветвителя и силиконовое покрытие от разветвителя до наушников. Разветвитель выполнен из резины и содержит выпуклый логотип компании. После разветвителя на проводе правого наушника располагается пульт управления со встроенным микрофоном с одной стороны и тремя кнопками с другой. Далее идет сам наушник, который выполнен с двух сторон из пластика, а средняя часть из алюминия. Сделано это для того, чтобы металл не контактировал с кожей слушателя и не создавал неприятные ощущения холода при прослушивании. На металлической части имеется надпись HD Audio и маленькое отверстие Bypass для выравнивания звукового давления. На пластиковой части имеется маркировка, правый-левый наушник и маленькое отверстие круглой формы. Под амбушюром располагается металлическая сеточка. Протестируем кнопки пульта управления для iOS и Android устройств. В iOS, как и предупреждал производитель, работает только средняя кнопка со следующими функциями. Однократное нажатие – play-pause. Двойное нажатие – следующий трек. Тройное нажатие – предыдущий трек. При звонке – однократное нажатие – принять вызов или завершить вызов во время разговора. Зажатие кнопки – отклонить вызов. Также в инструкции указана функция отключения микрофона двойным нажатием кнопки. Но на практике, как для iOS, так и для Android устройств, это не сработало. Встроенный в пульт микрофон работает хорошо. При разговоре собеседник вас отлично слышит. Качество можно сравнить со встроенным микрофоном в смартфоне. Для Android устройств функции кнопок аналогичны iOS устройствам. Плюс полноценно работают кнопки увеличения, уменьшения, громкости. Качество звука. В наушниках используются два типа преобразователя или драйвера – динамический и арматурный. Первый отвечает за низкие частоты, второй – за средние и высокие. Данная комбинация позволяет получать звук более высокого качества в сравнении с обычными динамическими наушниками. При этом усложняется конструкция устройства, что, в свою очередь, увеличивает размер наушников и их цену. Тестирование проводилось на iPod Touch пятого поколения. Для сравнения я использовал следующие наушники. Xiaomi Piston Basic Edition стоимостью около 500 рублей. LG Quadbit 2 стоимостью около 1500 рублей. И Creative EP3NC стоимостью около 5500 рублей. Удобство посадки. Особо хочется отметить удобную посадку наушников Xiaomi Hybrid. Они сидят плотно и практически не выпадают из ушей. Также из-за легкого веса их практически не ощущаешь при прослушивании. В этой номинации стопроцентную победу одержали Xiaomi Hybrid. Громкость. Из всех приведенных наушников Xiaomi Hybrid обладают самой высокой громкостью. Детализированность звучания. В этой номинации я бы однозначно отдал предпочтение Xiaomi Hybrid. Вообще, это их конек. Есть и басы, и проработанные средние и высокие частоты. Слышен каждый вздох, каждый шорох при прослушивании композиции. Басы. В этой номинации я бы поставил Xiaomi Hybrid на второе место. После Creative. В этой номинации Creative однозначно лидер. В сравнении с ними кажется, что у Xiaomi баса практически нет. Но, когда сравниваешь Xiaomi Hybrid с остальными участниками, то понимаешь, что бас там есть и его вполне достаточно. Также из-за высокого баса в Creative страдают средние частоты, что для кого-то будет неприемлемым. Да и цена у Creative в три раза выше. Качество исполнения наушников. Здесь я бы отдал предпочтение Xiaomi Hybrid. Высококачественные материалы, кевлар, алюминий, медицинский силикон, позолота, медь и нейлон в сочетании с привлекательным дизайном производят самые приятные впечатления. Из минусов Xiaomi Hybrid, скорее даже не минусов, а особенностей в сравнении с Creative, хочется отметить металлический звук. Из-за высокой детализации и четкости, некоторые треки немного режут слух. Особенно, если там много высоких частот. И композиция установлена на высокой громкости. В общем, звук не теплый и не ламповый, а четкий и жесткий. Что кому-то может понравиться, а кому-то и нет. По результатам тестов можно сказать, что наушники однозначно удались. Звучание сбалансированное, качество материалов отменное, а цену вообще можно назвать идеальной по соотношению цена-качество. Конечно, я себе немного по-другому представлял звучание этих наушников, но чем больше их слушаешь, тем больше они начинают нравиться. В общем, за такую цену однозначно рекомендую данные наушники к покупке. Это был обзор внутриканальных наушников от компании Xiaomi под названием Hybrid Dual Drivers или Mi in Air Headphones Pro. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки. Всем пока!